Если вас серьёзно подкосил грипп, то почти наверняка вы проходили эту неприятную процедуру. Чтобы врач смог назначить адекватное лечение, нужно определить тип вируса. В первые дни болезни его концентрация сильно превышена в области носа и глотки. Анализы берут именно оттуда. От того, как врач назначит, назначают только с тяжёлыми формами гриппа. В общей сложности, наверное, где-то уже около 10, наверное, забраны анализы. Какой тип гриппа поселился в организме, определят в специальной лаборатории. В Барнауле сейчас действуют три основных центра, где проводят такие анализы. Плюс свои лаборатории есть в других крупных городах края. К примеру, в Центре эпидемиологии в неделю проводят до 150 исследований. Мы ставим контроли на те вирусы, которые мы определяем. И вот при помощи вот таких кривых они нам показывают, существует, имеется в материале вирус или нет. Может показаться, что в этой лаборатории всё отдано на откуп техники. Но основная работа здесь всё же ручная. Причём человеческий фактор настолько силён, что приходится его подавлять защитными масками и халатами. Ни одна капелька слюны не должна попасть на анализ. Как-никак в руках специалиста. Генетический материал вируса. Глазом это увидеть невозможно. При помощи приборов мы ставим пробирки в приборы потом. И происходит здесь очень сложная реакция, результат которой нам виден на экране. Метод ПЦР или полимеразной цепной реакции сегодня широко признан в деле определения типа вируса. Специалисты ценят его за высокую точность. При помощи специальных реагентов сотрудники лаборатории сначала выделяют ДНК. В этом закрытом боксе происходит выделение ДНК из инфекционного материала. Вход сюда строго запрещен. Здесь всегда работает только один сотрудник. Но в данный момент все процедуры окончены. Происходит кварцевание, поэтому здесь никого нет. Работа в такой лаборатории сопряжена с очень высокой биологической опасностью. Поэтому все сотрудники в обязательном порядке прививаются от гриппа. После в ход идёт следующий набор реагентов. Они как бы провоцируют вирус, чтобы он специфически себя проявил. Как свиной или как сезонный. На все процедуры уходит около пяти часов. По медицинским меркам достаточно быстро. А скорость, как известно, главная. Ведь чем раньше поставлен диагноз, тем быстрее начнётся лечение. Екатерина Гаськова, Павел Лауронин и Александр Морозов. Наши новости.